Всем привет! Друзья, еще вчера наша команда играла товарняк на Динамо Юни против Белшины, а прямо сейчас я нахожусь в аэропорту, и наша команда готовится к вылету в Анталию. Без лишних слов отправляемся к нашим парням и летим в Турцию. Ну что, погнали! Не успели мы зайти в аэропорт, и смотрите, кого мы здесь увидели. Вы знаете этого парня? Дмитрий Антелевский, который отправляется вместе с нами. Куда, не скажем, но пожелаем Диме удачи. Белорусский футбольный мир, он слишком тесен, и вот, вместе в Турцию мы летим к Сыслащу. Саня, передай привет! Примерно вот столько багажа отправляется с командой в Турцию. Здесь и футбольные мячи, и различный инвентарь, включая конусы, фишки, коврики и многое-многое другое. Все, что необходимо нам для работы на сборе. Макс, что с тобой? Расскажи. Ну, я и виза, да, гид? Поэтому вчера я не сыграл. Что случилось? Удачного, по словам, небольшое повреждение, но ненадолго. Давай, быстрее встроим. Доброе утро! Эдька, Эдди, собрал все вещи? Здравствуйте, Санька, да. Красавец. Так, а вот наши мастера едут. Ваня, уже спускай бутылкой. Как дела? Нормально. Тебе привет. Привет! Тебе пропадал, давно тебя не видели. Все нормально? Все, все. Не знаю. Слушай. Знаешь, что ты хочешь сказать? Да. Знаешь, какая сегодня дата? Какая? Главное, 9 лет, когда ты приехал в Минск. Да ладно. Вот это дата. Давайте поздравим Саню в комментариях. Пожелаем ему еще как минимум 9 лет в Минском Динамо. А лучше поменьше, чтобы он в Европу ехал, правильно? Сань, слушай, вопрос. День рождения как отметили? Хорошо. Судя по тому, что ты вчера показал на поле, ты ему ответил вообще неплохо. Так 0,0. Слушай, как ты думаешь, как вообще Туранок отбил этот удар? Ты видел вообще, как он его отбил? Нет, я сначала не понял. Это что-то какое-то... Ну, а потом увидел, что это пятка, да? Да. Падение, как Скорбилова. Мишанька, с днем рождения тебе, дорогой. Пошли на секундочку. Отойдем. Все, кто-нибудь там очередь займет. Мишаня. Да. Как начался твой сегодняшний день? Кто первый поздравил? Я говорю, ну, что жена любимая, конечно. Так. Сын маленький. Как бы еще неосознанно, но я думаю, что поздравил. Так, кто родители. Семейный круг, да, поздравил в основном. Ну, сейчас вот ребята поздравили. Камань. Если не секрет, какой первый подарок получил сегодня? Первый какой? Да. Он же у нас сказал, после Турции будет подарок. Правильно, правильно. Как они вообще напутствовали тебя на отъезд? Опять тебя теряет на три недели семья. Как со слезами, да. Еще там молочи-то приболел. Так, что-то было вообще тяжеловато сегодня. Но ночью не спали, блин. Не говори мне ничего. Ложка, блин, никогда не знает, у кого-то нет день рождения. Ждал от Ложки, вот от Могилевского. Поздравил. Вот по сегодняшнему эпизоду. Из команды, из команды. Из команды. Мы специально тебя пока еще не поздравляем. Вот с Турцицан, чтобы проверить, чтобы человек знает, как твой парень сегодня. Саня Чиж был первый. Саня, че самое ответственное. Ехали на базу в автобусе, никто не знал. А Санька Чиж вот. Все, сразу Мишанька. Я говорю, Саня, до слез, до слез. Отлично. Все, поздравил. Ну, все, потом уже остальные ребята подхватили. Мишаня, ну так, в целом, скажи, вот, как ты себя уже чувствуешь в команде? Да, все. Влился, я думаю, на полную катушку. Да, влился очень быстро, потому что коллектив хороший, тренерский штаб хороший, все администрации, все помогают, все заботятся. Все работают для результата, поэтому никаких проблем. И капитанская повязка на себя настолько стала неожиданностью. Я, если честно, даже не помню, чтобы человек уже во втором матче выходил с капитанской. Может, такое было, но вот не помню. Не, ну, конечно, неожиданно стало. Ну, это как бы так пока еще. Если, конечно, ребята доверят мне, это такой должен, что, да, будет, конечно, приятно. А так, ну, посмотрим, как будет. Ну, а сейчас нас ждет очень важный сбор Турции. Да. Так что поздравим еще раз Мишу с днем рождения, ребята, в комментариях. Желаем Мише всего самого лучшего, побед и еще чего-нибудь. Спасибо. Самого молодого запрягли в помощь. Это еще не самый молодой. На полставки. Здорово. Это жизнь. Отлично. Я тебе и обещал, что это за день травли. Первое видео суббору посвящено тебе. Давай, давай. Что будет, узнать, кто там попозит. Ты готов? Я всегда готов. Все. Ожидаем, завтра будет интересно. Ладно, что в портфеле. Блин, там тренировочные, что не легло в чемодан, кто сюда закинул. Короче, все только для дела, все только для подбора. Да, 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 только ничего не беру, стараюсь, как можно, ну, такое самое нужно все брать. PlayStation и хвох. Не, ну там эксплодников у нас в нашей комнате отвечают за вот это вот PlayStation. Карты, книги? Ну да, есть. Так, что за книги? А футбольные Фрэнк Лэмпорт там друг дал. Получается, на тот сбор убрал. Фрэнк Лэмпорт друг? Нет. Ничего себе, друзья. Ну, да, это так. Хорош, хорош, пробиваешься дорожку в Англию. Короче, книга про премию. Да. Что по поводу художественной? Ну, нет, пока еще не дошел. В целом, у нас такой запланирован очень интересный сбор, самое главное, матчи против московского Динамо и Зенита. Звучит очень круто. Ну, да, согласен. Всегда интереснее играть с сильным соперником, чем с каким-то не очень хорошим. Ну, поэтому будет интересно и себя проверить. Тем более, уже там будет буквально оставаться пару недель до игры, поэтому я думаю, будет интересно. Как дела? Нормально, да. Как ты? Олег Стро. Отлично, будем много его снимать. Ты готов? Да, готов. Будут интересные игры, да, да. Я приготовил для вас много еще крутого. Прямо сумасшедшего. Да. Погода нормальная там? Нет. Вот такая, как здесь. Дождь. 7-8 градусов, да? Да. Ну, 4-15, но постоянно дождей. Снега нету, это... Да, это самое главное. Ты расскажи, где ты научился корейскому языку? Кто? Корейскому языку. Я корейскому ничего не понимаю. Но ты постоянно назначил игроков на просмотре. Я в чудесах коммуникации, да. По-английски translation. Красавчик. Передавай всем привет нашим болельщикам. Давай, передавайте всем. Смотрите Dynabu TV. Давай. Тём, первый раз в Турцию? Да. Ну, на сборах, да. На сборах? А так был, да? Да. Где был? Вражес. Отдыхал? Да. Велике тоже? Так сейчас на утром едешь? Нет, сейчас поработаем. Поработаем чуть-чуть или нормально? Нормально. Работнем по полной программе. Как нога? Нога? Да. Нормально. Еще два-три дня и в общей группе. Вот еще, отойдя отсюда. Как-то мы непривычно быстро долетели до Стамбула. Чуть больше двух часов лета. И мы в одном из самых экзотических городов Европы. Дига на пересадку. Следующий пункт у нас Анталия. Так что идем, 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 идем. Халя, передай привет маме. Привет. Привет. Как прошла дорога в Стамбул? Очень легко, очень легко. Комфортника два часа. Подсел ко мне товарищ, один мы с ним прообщались два часа и все пролетело. Тем более летели вместе с Лачо. Вот оттуда товарищ и пришел. Но я думаю, у тебя после ФНЛ перелетов два часа, это вообще ерунда полная. Ну да, в принципе да, пока это обсуждали как раз. Сколько у тебя был самый длинный перелет в твоей карьере за Армавир? Я тебе скажу, самый короткий у нас всегда был там 10 часов выезд. Просто у нас, да, вот Москва у нас был самый ближний выезд, но мы добирались мы 10 часов, потому что у нас не было аэропорта в Гомеле. В Гомеле есть аэропорт. В Армавире не было аэропорта, мы ездили все время в Краснодар, то есть это 3 часа дороги в Краснодар, плюс 2 часа в аэропорту заранее приезжаешь, 2 часа лёд и получение багажа, дорога в гостиницу занимало, ну, часов 9-10. Мы добирались до самого ближнего. У нас вся дорога до Белика гораздо больше времени занимает. Да, я все время рассказывал, что ребят, в Беларусе на автобус сел 3 часика и на месте уже. Комфортненько, да. Да, ручки за голову, отдыхаешь, смотришь. Не, но все равно, когда ты, допустим, за Гомель играл, тоже на Вополск съездить, это не самое удобное мероприятие. Ну, да, 8 часов, как сейчас помню, на автобусе, да, занимались, кто чем спасался, кто чем мог. Хорошо, а вернемся к моему вопросу, самый дальний перелет. Хабаровск, Владивосток, да, Дальний Восток. Сколько? Беспрерывно вот 9 часов лёта. 9 часов лёта, вы представьтесь, 9 часов, что можно делать в самолёте все это время? А я тебе скажу так, что когда ты на это настраиваешься, что сейчас будешь целую вечность в самолёте, то да, ты садишься уже. Ну, смысл уже переживать. Самолёты такие же, как, ну, примерно, плюс-минус здесь, да? Нет, это 9 часов летит, что там, Boeing самый большой, максимально большой, максимально комфортный. То есть можно немножко поспать, да? Ну, да, в принципе, там и есть чем заняться. Экраны, телевизор, музыка, фильмы. Но все равно 9 часов, тут обалдеть. Ну, я тебе скажу, что это такая, попахивает романтикой. Романтика, нет, не то, что попахивает. Три раза рассвет, три раза закат, да. Так что, нет, ну, класс, на самом деле. Я все время задавался таким вопросом, что, блин, я пролетел 9 часов на самолёте и приземлился в рамках той же страны. То есть меня это все время приземляло. Это круто, да, вот в этом 100% романтика. Нет, на самом деле на Дальний Восток слетать с нами, это кайф. Ну, это будет наша с тобой отдельная тема для интервью. Сейчас у нас впереди 3 недели сбора в Турцию, и очень хорошие нас матчи ждут. Какие ожидания, мечтал сюда? Ожидание тяжёлой работы, продолжение тяжёлой работы. Я думаю, что самое главное. Каких-то там мечтаний по сбору нет. Все понимают, что надо отработать, нужно подготовиться к кубку, потому что очень важные матчи с БТ. То есть нужно достойно, даже больше нужно пройти БТ, победить. Да, и оказаться в полуфинале. То есть для этого нужно хорошенько поработать. На что мы сейчас, собственно, и настраиваемся. Пока кто-то сидит в социальных сетях, Владос играет в шахматы. Красавчик. Да как ещё, Сань? Конь на Е5. Один лошадью, да? Димас, как настроение? Великолепно. Ты устал немножко, да? Да. В окончании нет. В Украине были вызовы на самолётах? Но на игры нет. Только на сборы. Только на сборы? А так всегда на автобусе? А вот тут на северной поезде. А? На поезде. На поезде, да? Да. То есть, например, в Одессу ездили на поезде? Да, тоже. Сколько часов? Да, ты скажешь, там 16 часов. 16 часов на поезде. В Запорожье там 20... Плацкард или купе? Купе. Блин, ну было прикольно, сколько это был у Плацкар, да? Да. С гитарами, с баярами, всё как положено. Чай в стаканах. Конечно. Короче... В Запорожье 21 час. 21 час. Обалдеть. 21 час поезда, ребята. Это серьёзно. Ай, Фару. Что, я? Два Дениса досил. Улыбочку, вот она, вот она, вот она. Привет, теплая Турция. Ну вот и всё, почти 11 часов. Мы вот добрались до Анталии. Сейчас забираем багаж и двигаем непосредственно в Белик, в наш отель, Суэна. Ну это ещё минут 40 дороги, ещё полчаса пока багаж туда-сюда. А вот Игорь Шитов улыбается. Улыбается. Мы соскучились все по его улыбке. Серьминой. Будем его много снимать. Так что ждём, 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 ждём. Вот Миша. Мишанька. Самый первый у нас на приёме. Багажа. Хаос, хаос, хаос. Хочешь мне помочь? Хочешь мне помочь понести чемодан? Нет, спасибо. Зря помада пригодилась. Вот такой вот мощной командой Динамовцы отправляются в Белик. О-хо-хо-хо, Алекс. А ну? Человек-свой гид, он поможет тебе. Ну что, давайте, пожалуйста. Не успела претать, уже завела себе дрожь. Да, ну конечно, это эмоциональная разрядка. Начинается наш второй учебно-тренировочный сбор. Друзья, вас ждёт много чего интересного. Мы сюда приехали, чтобы пилить реально крутой контент для вас. Так что подписывайтесь на нас, следите за нашими социальными сетями. Оставайтесь с нами и смотрите Динамо ТВ.